Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Наталья Викторовна, но прежде чем мы перейдем к основной теме нашей сегодняшней передачи, нам бы хотелось поделиться радостью с нашими уважаемыми телезрителями. Да, в декабре месяце мы с вами делали передачу об орхидеях-фаленопсисах, и мы рассказывали о том, что это совсем несложный цветок выращивания, хвалили его как могли. И вот сегодня хотели поделиться с вами радостью. Мы в декабрьской передаче пересаживали вот эту нашу орхидею, и вот мы вам доказываем, что она у нас зацвела. То есть это говорит о том, что мы с вами все сделали правильно, и пожалуйста, дорогие любители комнатных цветов, не бойтесь покупать орхидеи, выращивать. Вы видите, совершенно несложный цветок. Спокойно их пересаживайте, главное просто соблюдать несколько основных правил, и она будет цвести, радовать вас. Так что мы похвалились тем, что мы все сделали правильно, и у нас орхидея цветет, и радует. Надеемся, что и ваша орхидея пересажена тоже будет радовать вас своим красивым цветением. Наталья Викторовна, ну мы похвастались. Да, лирику в сторону. Все-таки, чему сегодня посвящаем нашу программу? Давайте сегодня поговорим о цветочных композициях. Мы уже много говорили о комнатных цветах, о многих рассказывали, и я надеюсь, что нам уже пора совершенствоваться, шагать вперед. И цветочные композиции – это очень интересное, увлекательное занятие, составление этих композиций. Здесь ты привлекаешь свою и фантазию, и мастерство, и опыт. Так что я думаю, нам пора уже заниматься цветочными композициями. Мы как-то привыкли, что цветочные композиции чаще всего видим и на садовых участках. Мы делаем клумбы, сажаем или в офисах. Но как-то вот для домашних условий не так часто ведь встретишь подоконник, на котором бы стоял вот такое кашпо с пятью растениями. Вы знаете, давайте поговорим, как мы выращиваем комнатные цветы. Особенно ведь не заморачиваемся. И весь подоконник у нас уставлен горшками, может быть, разные формы, разного цвета. В принципе, мы сильно с вами не напрягаемся в этом плане. Вот у меня у подруги тоже есть цветы, и она мне говорит, у меня зацвела орхидея, или у меня зацвела фиалка. Я прихожу к ней и думаю, где же цветы? Оказывается, они стоят на окне, за шторой, их практически не видно. Так и у многих ведь у наших любителей комнатных цветов. А цветок должен радовать. На него сразу должен падать взгляд, когда ты заходишь в комнату. Не на закрытом подоконнике, чтобы их можно было видно только с улицы. Правда? Они должны нас с вами радовать, озеленять наше помещение, украшать его. И, как правило, на подоконнике больше нигде мы не расставляем эти горшки. А ведь цветы, в принципе, можно ставить везде. И на полу высокие, высокие вот эти образцы такие, да, высокие драцены, высокорослые шифлеры, монстеры, их можно ставить на полу. Их можно ставить на полки, на шкафы. А сейчас в продаже, ведь какие красивые подставки, вот эти кованые. Они разной высоты, разной формы. Можно поставить 4-5 горшков на разном уровне. Они украшают и комнату, эти подставки, они очень красиво сделаны. Можно этошерку для комнатных цветов, да даже можно подвесить к потолку какой-нибудь кашпо красивого сделать и повесить туда леоновидное растение. Но только не забывать, да, и соблюдать правила, которые требуются цветку. Это свет, тепло. Конечно, как в любом деле, составление композиции, это не просто вот взяли свои горшки, а, сделаю-ка я композицию, сдвинули их вместе и оставили. Здесь, конечно, есть и плюсы, и минусы в цветочных композициях. Ну, плюс, самое главное, ради чего мы это делаем? Чтобы сделать такой красивый, зеленый, яркий акцент в помещении. Чтобы нашу комнату как-то вот облагородить, да, выделить. И это, конечно, плюс. Даже самые невзрачные цветы, которые стоят у вас, растут в отдельных горшках, когда вы их красиво поставите, объедините, они заиграют. А мне кажется, это ведь и экономия места. И экономия места, бесспорно. И, конечно, это ваше творчество и фантазия. Ну, как приятно расти над собой. И вот это плюс, конечно, что каждый цветок, он будет по-своему смотреться в этой композиции, украшать ее. Ну, а минус один, ну, конечно, он такой существенный, что растения, которые стоят вместе, кучно, они, как правило, стоят одному заболеть, или появится какой-то вредитель, или болезнь намного быстрее это распространяется. Поэтому за композицией, конечно, нужно тщательно следить, больше внимания ей уделять. И хотя бы, допустим, взять себе за основу раз в месяц просматривать очень тщательно свои растения. Потому что нужно удалять и листочки желтые, которые увяли, отцветшие цветы, цветоносы, рыхлить почву, проливать марганцовочкой, тоже больше внимания уделять вот этой своей композиции. А так, если вы будете все это соблюдать, то, конечно, ваша комната заиграет по-новому. Наталья Викторовна, при составлении композиции, мне так кажется, что нужно учитывать какие-то определенные моменты. Сочетаются ли эти растения? Конечно. Ведь нельзя просто взять и посадить разные абсолютно... Да. То есть по употреблению растений. Взять свои горшки, которые есть, все поставить в одно место и сказать, я сделала цветочную композицию. Это не так. Конечно, мы с вами не декораторы, у нас нет специального такого образования, знаете, мы не посещали курсы дизайнеров, но самому нужно несколько правил все-таки усвоить. Когда вы решили сделать цветочную композицию, вы должны такие, не все цветы, которые у вас есть, собрать вместе, да, подобрать несколько цветов в горшках, которые бы были сходны по требованию к условиям. Допустим, нельзя орхидею сделать композицию, поставить вместе с кактусом, да, и они у вас будут скучно стоять, и вы будете одинаково их опрыскать. Потому что эти растения совершенно разные. Поэтому, создавая композицию, старайтесь учитывать, что растения требуют ярких лучей солнечных, допустим, или выносят полутень. Поэтому все они должны быть приблизительно одинаковых требований. И по влажности воздуха, по влажности почвы, и по отношению к свету. И еще одно. Когда вы составляете композицию, желательно взять растения разной высоты. Потому что, когда будут все одинаковые, она как-то смотреться будет не очень красиво. Поэтому на передний план вы ставите низкие горшки с низкими цветами. На заднем плане у вас идут растения повыше. Если такого у вас нет, таких растений, просто можно воспользоваться подставками. Вы можете на заднем плане сделать подставки для цветов, чтобы зрительно их увеличить. Ну вот у нас представлена композиция, как раз вот этот самый пример, да? Первая линия у нас растения пониже, и вторая линия более высокие растения. И получается, они все видны, никто никому не мешает. И создается очень такой горух. Да, красиво смотрится. Очень красиво. И еще при составлении композиции нужно смотреть на горшки. Я вот до недавнего времени тоже как-то вот горшкам мало уделяла внимания. Самый главный цветок. И я увлекалась серьезно фиалками, и у меня росло где-то 15 сортов. Были очень красивые экземпляры. И вот однажды я обратила внимание как на горшки. Думаю, ну, один коричневый, тот белый, тот зеленый в крапинку. Я пошла, купила одинаковые горшки, белые, с одинаковыми поддонами. Все, так было здорово. Пересадила все свои фиалки. Как красиво смотрится белый горшок, зеленые листья, яркие цветы. А ведь как часто бывает, приходишь в какое-нибудь учреждение, да? Или в поликлинику, где там, ну, сами знаете, какое внимание цвета. И до недавнего времени, там, в ветлечебницу я часто ходила со своим питомцем. Просто сердце кровью вливается, когда видишь, в каком состоянии цветы. И они растут и в кастрюлях старых, в каких-то выщербленных горшках. А про поддон я вообще молчу. Там или какие-то блюдца, тарелки, коробки из-под тортов. Ну, Наталья Викторовна, ведь с другой же стороны, вы сказали ключевое слово, они ведь растут, вот даже вот в таких плохих условиях. Да, но вы представляете, как они бы выглядели эффектно и красиво, если бы не выросли в нормальных условиях. Поэтому при составлении композиции горшок играет очень важную роль. Поэтому смотрите, пусть они будут у вас разной высоты, одни высокие, другие пошире, но будут пластиковые или будут керамические. Но стиль будет один. Вот у меня на работе, я тоже покупала разные горшки керамические, они были выдержаны в светло-коричневой гамме, но у них была полоска такая мраморная. В одних горшках она шла сверху, в других снизу, в одних посередине. Это было так здорово, они были все в одном стиле, но они были разные. Не обязательно все одинаково, одни побольше, другие поменьше, но от горшка тоже очень много зависит. Горшок подчеркивает красоту цветка, это тоже нужно обязательно усвоить. Ну и главное, при выборе все-таки горшка, мне так кажется, еще один немаловажный акцент, да, нужно покупать полезные горшки. Конечно, разным растениям требуются разные. И разной высоты, и разный состав должен быть горшков. Некоторые растения хорошо себя чувствуют в пластиковых, одни в керамических. Вот на нашу орхидею, посмотрите, она растет прозрачным. Прозрачным. Так, поэтому многих, может быть, это и отпугивает, все как-то побаиваются выращивать орхидею. Мы привыкли, что растение растет в закрытом горшке, мы его не видим в жизни корней растения. А в орхидее, пожалуйста, и некоторых я знаю, что это пугает. Как? Воздушные корни вылезают из горшка. Внутри горшка тоже видно корешки, переплетение, кора. Понимаете? Поэтому каждому растению нужно свое. Наталья Викторовна, давайте вернемся к теме нашей программы. Все-таки какие бывают композиции? Композиции бывают стандартные, горшечные. То есть растение растет в своем горшке, но составляется композиция. Она бывает горизонтальная. То есть вы можете на столике, на журнале придвинуть его к окошку. Можете использовать полки, можете этажерки различные, как я говорила, или подставки. Можно сделать вертикальную композицию. Есть очень красивые подставки, которые идут от пола до потолка. И на ней есть такие держатели для горшков на разном уровне. И очень красиво смотрятся там лионовидные растения, которые вьются очень красиво. Такой подставкой можно даже зрительно разделить комнату на две части. Если вы хотите, допустим, зону спальни отделить от зоны гостиной, гостиной комнаты. Или украсить любой угол, или какой-то такой незаметный уголок вашей комнаты. Вот украсите вот этой вертикальной композицией. То есть горизонтально, или на полу, или на столике, или на полках. На том же подоконнике, если у вас широкий подоконник. То есть вы составляете свои цветы, которые вы подобрали по требованиям к влажности воздуха, к цветению, к свету. Подобрали, поставили красивую композицию разного уровня. Это называется стандартная горизонтальная у вас композиция. Или такую же вертикальную. А можно сделать композицию, когда растения находятся даже в одном месте. Вот это может быть большой вазон. Вы можете туда насыпать, ну постелить, конечно, на дно полиэтиленовую пленку, насыпать гравия и небольшие горшочки поставить вот в этот. Или вазон, или декоративный ящик красивый, или корзину. Вот, кстати, мы захватили с вами корзины. У нас сегодня их две корзины. Вот такую декоративную корзину можно поставить, насыпать сюда или гравия, поставить несколько небольших растений, да, подобрать. Ну, например, вот так что. Но они тоже должны быть разноуровневые. Или можно засыпать даже вот эти горшочки с упущенной смесью. И вот такую корзину легко переносить в любое место. Вот надоела, скажем вам, композиция, да, хочется вам украсить этот уголок комнаты или другой. Вы можете легко ее переносить. Ну, в последнее время композиции особенно часто используют при украшении дачных участков. Потому что все время можно менять в течение лета стиль. Да, и к разным торжествам можно совершенно по-разному украшать свой двор. Украшать разные уголки, да, веранду, где-то беседку. Но и можно еще, мы сказали, что можно ставить в горшках растения для композиции, а можно высаживать растения уже вот в эти композиции. В те же корзины, в те же вазоны. Потому что, получается, это был квартирный дом. Или вот у нас такой красивый вазон с вами есть. Посмотрите, до того нарядный. И посадить сюда одно растение как-то было бы, но не очень продуманно. Вот сидел бы здесь один аспарагус, да, ну и не смотрелся бы так красиво. А в этой нашей композиции мы посадили аспарагус, мы посадили с вами декабрист и драцену. Вот они тоже разноуровневые. Разные у них листья, форма, рассеченность разная. И украсили вот такими бабочками. Ведь сейчас купить можно что угодно. Украсить как хочешь. Здесь у нас трекоза, здесь у нас бабочки. Мы тоже подбирали растения сюда в эту композицию, которые требуют хорошей влажности воздуха. Поэтому мы их опрыскиваем. И аспарагус любит влажность воздуха, и декабрист, и драценка. Все любят. Поэтому здесь подобрали почву такую нейтральную. Когда вы сажаете растения в один горшок, тоже нужно учитывать и это. Потому что некоторые растения любят кислую почву, некоторые любят щелочную. Здесь мы подобрали растения, которые любят нейтральную почву. Мы купили почву для растений специально. Сделали отверстие вот в этой нашей красоте, немножко ее повредили. Сделали отверстие обязательно, дренаж. Насыпали хорошие почвы для наших растений. И высадили вот такие растения. Посмотрите, как здорово. Они не занимают много места. А нам бы получилось, что нужно было три горшка для этого. А у нас получилась замечательная такая, на мой взгляд, не знаю, как другим, но мне кажется, что композиция получилась неплохая. Все-таки она, опять же, я хочу вернуться, компактная, удобная. И ухаживать удобно, и переносить с места на место удобно. И экономит, опять же, площадь экономит. Это ведь немаловажно. У нас не у всех квартиры большие, не у всех большие подоконники. А здесь мы вот как-то вот сразу все дружескопиваем. Тем более сейчас есть такие разные вазоны, разные формы, кашпо разные. Но надо творить. Не сидеть на месте, не сажать по одному растению в цветочный горшок, а пробовать. Можно совершенствоваться и расти дальше. Наталья Викторовна, у нас в студии присутствует еще один вазон. Он уже более массивный, большой. И в нем сочетаются совсем другие растения. Да, у нас замечательный горшок керамический. Он очень нарядный, так красиво смотрится. Его, вот эту композицию можно поставить на пол. Она украсит и подоконник, и пол, и любой уголок вашей комнаты. Здесь у нас акцент идет на драцену. Видите, она такая высокая у нас. Здесь у нас растет гузмания и маранта. Видите, какие разные цветы здесь посажены. Но они настолько красиво сочетаются. И все мы тоже подбирали по основному принципу. Они все влаголюбивые. Мы опрыскиваем и листья из пульверизатора. Подобрали хорошую почву. И вот этот вазон, его можно поставить в любой уголок вашей комнаты. А росло бы одно растение, одна бодроцена. Уже она бы так не привлекала. Внизу сверху была бы кустистость, зеленые листья. А низ был бы полностью оголен. Вот такой прием ведь можно использовать, если есть пальмы или какие-то вытянутые растения с голым стволом. Можно бьющиеся растения здесь посадить. Тоже традисканцию. Она будет красиво обрамлять. Внизу мы просто украшаем, получается, таким образом. И у нас целая большая композиция. И у нас горшок не с одним растением, а вот с такими тремя, бывает, четыре растения. Но я вам повторюсь, что нужно, конечно, подбирать растения сходные по условиям выращивания. Иначе они начнут просто душить друг друга. Конечно, да. Но все познается в сравнении методом проб и ошибок. Нельзя дать вот такие гарантии. Вот сажайте это, это и это. А если вам не нравится такой набор цветов, пробуйте, дерзайте. Ну и напоследок, самая-самая простая композиция, самое простое, что может быть выращивание. Это для любителей кактусов. Да. Не ставьте несколько горшочков. Кактусы растут, как правило, в небольших горшочках. Вот посмотрите, какую чудесную композицию мы создали. Кактусам нужна совсем другая и почва, другие условия выращивания. И как они красиво смотрятся. Разные экземпляры. Не нужно ставить 4-5 горшков. Вот они, вот такой плошки, да. Для кактусов нужна совсем небольшая площадь. Небольшой вазончик плоский. И вот они прекрасно себя чувствуют. Вы видите, они в содружестве в таком, самые разные виды. Когда к вам придут гости, и вы хотите похвастаться своей коллекцией кактусов, подводите их к подоконнику, а там такая красивая композиция. Не просто удивляете наличием разных сортов, но и тем, как вы так хитро все придумали. Конечно. И сам чувствуешь себя уже творцом. Так что создавайте цветочные композиции, дерзайте, планируйте и украшайте свое жилище. Не только вот с цветками в горшках, одиночными на подоконниках, а создавайте композиции. Спасибо, Наталья Викторовна. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания.